Мы с друзьями долго думали, как провести выходные. Решение пришло как-то само собой, а не отправиться ли нам в лес за грибами. Что ж, сказано, сделано. Благо на дворе был самый, что ни на есть, сезон для грибников. И вот в субботу, с утра пораньше, мы оказались в лесу. Тут же разбрелись по одному, договорившись периодически подавать друг другу голосовые сигналы. Мне как-то с самого начала не везло. Словно грибы, завидев меня, издали, разбегались и прятались. Но тут перед моим взором предстала полянка. Небольшая. Я бы сказал, крохотная, окруженная деревьями. Слева от полянки я заметил кучу из веток, прутев и опавших листьев. Отчего-то сразу показавшаяся мне странной. Какой-то слишком аккуратной она была. Будто сделанной искусственной. Впрочем, мне было совсем не до этого. Ведь под одним из деревьев я увидел заветные грибы. Такая же замечательная находка ожидала меня и под вторым деревом. И под третьим. Собрав все, что можно, я двинулся дальше. Но через несколько минут вновь каким-то образом оказался на той полянке. Грибник из меня, как и из большинства городских жителей, не особо шибко опытный. На это исписал свое возвращение. Подумал об этом и в третий раз, когда непонятно как, снова описав круг почета, опять вернулся на то самое место. Однако, когда это произошло и в четвертый раз, мне захотелось ругаться. Причем громко и неприлично. Дабы не нарушать тишину леса, я сдержался и собрался снова идти прочь отсюда. Но не тут-то было. Что-то крепко держало меня сзади за капюшон. При ближайшем рассмотрении это оказалось всего лишь ветка дерева, за которую меня угораздило зацепиться. Вспомнилось, что моя старшая сестра, шутя, говорила что-то типа «Если такое происходит, не спеши уходить, ты определенно что-то забыл». Но что я мог забыть на этой полянке посреди леса? Усмехнувшись про себя, я кое-как освободился, ибо ветка держала меня ого-го как крепко, и попрел искать друзей. Очень скоро мы собрались все вместе. Во время обсуждения с товарищами своих успехов, я машинально сунул руку в карман достать сигареты. Они оказались на месте. А вот новая красивая зажигалка, недавно подаренная мне лучшим другом, исчезла. Как единственный курильщик в компании, я отлично знал, прикурить ни у кого не удастся. Да и оставлять в лесу дорогое сердце подарок не было совершенно никакого желания. Делать было нечего. Попросив ребят подождать, я отправился на поиски зажигалки. Почему-то первой мыслью было, что потерял я ее не где-нибудь, а именно на своей излюбленной лесной полянке. И это, представьте, казалось правдой. Удивление мое было безграничным, когда я увидел свою пропажу, лежащую поверх той самой кучи веток, на которые я обратил внимание чуть раньше. Само собой, находке я обрадовался. Однако, скоро радость моя сменилась неким ступором. Как я мог обронить зажигалку в том месте? Ведь я к этой куче даже не приближался. Решив не заморачиваться на этом факте, я нагнулся, чтобы поднять вещицу. И только тогда увидел то, что вряд ли когда-нибудь смогу забыть. Из-под вороха, палок и засохших листьев торчали чьи-то пальцы. На мой дикий крик прибежали испуганные друзья. Все мы в недоумении столпились вокруг ужасающей находки. Наконец, Витек, самый решительный из нас, отодвинул ветки. Мы увидели труп молодой девушки. Тело бедняжки лежало в неглубокой яме, чуть присыпанной землей. Девчонки почти хором завъезжали, а одному из ребят стало плохо. Позже, уже в полиции, мы узнали, что погибшую звали Алена. Ей было всего 22, и родные искали ее вот уже неделю. Еще позднее выяснилось, что Алену убил молодой человек. Не то жених, не то гражданский муж. Случайно. В полу вспыхнувшие ссоры. Поняв, что совершил, парень отвез девушку в лес, положил выкопанную яму и забросал ветками. До сих пор, вспоминая тот жуткий случай, я вздрагиваю. Мне искренне жаль эту девушку, такую молодую и так нелепо погибшую. А еще я так и не смог понять, что же происходило в тот субботний день. Ведь это были лишь простые совпадения. Или же эта умершая Аленушка попросила не оставлять ее одну в холодном осеннем лесу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok